Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск программы Владу с природой, а посвящен он широкомасштабной, беспрецедентной акции, которую организовали несколько общественных объединений сразу в трех городах области, в Кустанае, Рудном и Лисаковске. Любители рыболовной ловли объединились против тех, кто находится с природой вовсе не в ладу, против тех, кто занимается браконьерским ловом рыбы и тех, кто загрязняет окрестности нашего города и берег реки Тобол. Акция «Мы против браконьерства» началась 6 мая в 10 часов утра в Кустанае и Рудном. Несколько десятков людей, неравнодушных ситуаций с главной водной артерией области, особенно усложнившейся в последнее время, разбились на несколько команд, охватив береговую линию в черте Рудного и Кустаная. Цель акции – извлечение браконьерских и брошенных сетей и очистка берега от мусора. В этой акции участвуют неравнодушные люди, в основном так, будем сказать, потому что каждый, кто здесь участвует, это, как правило, личность. Ну вот, участвует общественное объединение клуб подводных охотников «Гарпун», участвует общественное объединение «Свекровь», в Рудном участвует общественное объединение «Неономат», ну еще различные ИП, ТО, все, которые, ну вот, люди, которые захотели принять участие. Клуб «Посейдон», «Самрук», различные много, ну вообще много организаций, которые решили поучаствовать. Команда, организованная из членов общественного объединения «Свякровь», взяла на себя очистку береговой линии в районе поселков Красный Партизан и Садовый. Мобильная группа тем временем обследовала акваторию от дачного общества «Колос» до поселка Кунай. Вот раз, и стеклянные бутылочки, вот так вот раз, и каждый раз, вот так, да, каждый день. Смотри, вот это вот берешь, и там, где детки купаются, правильно? Вот так вот, каждый год и делаешь. Мешок там потом выйдет. Каждую недельку вот так вот делаешь. Группа подводных охотников направилась от городского пляжа вниз по течению к Гагаринской плотине. Долго разыскивать браконьерские снасти не пришлось. Это после палубка сети закинуло на камыши. Если их не убрать, что будет, Николай? Если их не уберешь, птица запутается. И погибнет, да? Ну и погибнет. Смотри, сколько. Я ее не могу уже снять даже. Здесь все в сетях, Николай. Да все в сетях. Ну что, будем резать? Вот это вот делают браконьеры. Нормальные люди, которые любят природу. Такое не сделают никогда. Потому что это смерть всему живому. Вот видите, живой рак. Сам он отсюда никогда не выпутается. А у них сейчас период нереста. Посмотрите, пожалуйста. Вот. Икра. Через месяц этот рак даст еще 100 таких жирочков. Я отрежу леску. Чтобы он мог жить и размножаться дальше. Вторая мобильная группа тоже не осталась без улова. Сети, выставленные очень давно и всего несколько дней назад, встречались буквально через каждые 10 метров. Не так давно попался. Погибшая рыба, застрявшая в сетях, привлекает раков, которые тоже намертво запутываются. Тем, кого сегодня вынули из воды и освободили от пут, повезло. Они будут жить и смогут оставить потомство. Собирай. Ты смотри, сколько тут дерьма. Че, это еще не вся? Нет. Так это несколько тяг. Несколько стометровых сетей. Несколько здесь, да? Да. Поехали дальше. Это линия города. Это линия города. Вот пляж. Прямо рядом, недалеко пляж. Рыбы много, леща и всего остального с икрой. Вытаскиваем, выпутываем ее из сети, а икра власть. Ну, в смысле, уже такая, которая... Ираки подъели. Ну, давайте вытаскиваем на это, наверное, берите. Ну, смотри, да, вот, видишь, кофе наружу. Побросали все, топлы. Сетка шевелится, смотри, сетка шевелится. Это подлещик, да, это уже подъедено. Ну, просто мы уже не стали выкупать, долбали. На десертик. Я же говорю, оказывается, есть рыба-то в Тоболе. Повылавливали только все. Хорош, хорош, да. Сейчас еще больше там достанем. Да, 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 да. Вот, нормальный такой лещ. А это рыба хорошая? Это уже дохлая. Дохлая, это куда ее? Вот она. Вот вместе с раками выкинем, у них кормежка будет. Отвезем, и вот дохлая рыба тоже есть. Сейчас в одно и пускай. Да. Выпустим. Там рыбедня. Они все, в принципе, сырые. Нет, ну там есть какие-то, которые мужские, есть, которые женские. А их куда? А вон в ведро. Вы, вы, давайте вот. А может быть, в окладки туда их засунуть? Нет, зачем? Вот, в ведро их складывайте сюда. Пока команда «Свекровь» освобождала от сетей раков, мы отправились в район городского пляжа, где расположился лагерь подводных охотников. Полдня уже прошло. Каковы промежуточные результаты вот вашего пункта, вашего объекта? Промежуточные результаты. Мы прошли вот в зоне от городского пляжа и в сторону ниже по течении до улицы Гагарина. Там есть платина. Прошли на двух моторных лодках и трех лодках, которые, ну, весельные. Ну, весельные лодки в основном мы использовали для того, чтобы туда скидывать сети, потому что сетей вытащили, ну, так, по примерной оценке, километра, наверное, полтора-два сетей. Здесь, в нашем, на нашем участке крупной рыбы живой в сетях не попадалось. Попадалась вот из всех этих километров одна щучка. Мы ее сразу выпустили. Все сети забиты раками. Вот это вот действительно проблема. Сейчас, наверное, полчаса вытаскали, выпутывали раков. Крупной рыбы здесь уже нет. Я не знаю, какой смысл ставить эти сети уже в городской зоне, если рыбы здесь уже вообще нет. Там сидят рыбаки на удочку. Ну, простые любители, два деда сидят, говорят, ничего не клюет. Так иногда, поклевка, да. Рыбы уже нет в городской зоне. Подводные охотники никогда не поставят сеть. Потому что мы ныряем, видим, вот то, что я вам описал, как гибнет рыба в сетях, как гибнет раки. У нас совсем другие принципы. Мы все видим вживую. За каждой рыбой есть спортивный интерес понырять. За никогда мелочь такую никто никогда не бьет. Люди, если ныряют, то, как правило, за хорошими, за крупной рыбой. Такая рыба еще есть. Но вот здесь, в Тоболе, в городской зоне, такую рыбу уже не встретишь. За ней приходится ехать на Айад, там, где очень мало рыбаков. Туда, на Тобол выше, либо ниже по течению. Это Александровка, Жуковка. Там еще можно... Ну, и то там тоже, между прочим, сейчас все забито сетями. Вот ребята недавно ездили. Говорят, вся Жуковка там тоже вся сетями. Каково состояние речного дна, Тобола, вот в районе города? В районе города все дно усыпано бутылками. Стеклянными, пластмассовыми. Все лежит вот так вот над ним. Бутылки, я не знаю, ну стекло, оно, ладно, оно не гниет. В принципе, оно, может быть, вреда не приносит в отношении... Не выбрасывает никакое там токсические вещества. Но пластика, пластика очень много. Он весь разлагается, он тоже какие-то стиролы в воде оставляет. Дело в том, что да, на самом деле, то оно лежит, оно мешает, забивается, там, заилгивается. Но это грязь, это мусор. Большая работа проведена по береговой линии. Приехали сюда, к нам приехали бойцы Жаса-Еля. Они почистили берег. У нас-то самих, если мы еще силы будем тратить на берег, мы вообще, ну, просто тогда в воде ничего не почистим. Они молодцы, весь вот этот вот участок, насколько они смогли, они собрали, очистили, собрали все, увезли. Ну, вот наша задача – это собирать реку. Потому что сети, насколько я понял, как минимум, есть даже сети, я нашел сеть, которая года два, наверное, лежала там. Брошенные сети у подводных пловцов вызывают негативные эмоции не только потому, что в них гибнет водная фауна. Эти сети создают серьезную угрозу и для жизни людей. Опасность в том, что в первую очередь попадает рыба. Если тот человек, который ее поставил, не снял, а зачастую так оно и происходит, рыба погибает. Соответственно, погибла рыба, осталась в сети, попадает все живое, что там вокруг находится, и дичь, и человек, и рак, и все, соответственно, погибает. Я не раз попадал в такие сети. Для этого мы по два, по три ножа с собой берем. Это очень опасно. Это действительно страшно. Был у меня такой случай. Осенью я два дня назад на этом месте нырял и был просто уверен, что сети там быть не должно. И уже на подъеме с четырех где-то метров спиной попал в такую сеть. Конечно, воздух уже закончился. Очень страшно. Ну, приходится как-то мобилизироваться, обрезать. Самое главное – обрезать верхнюю и нижнюю вот эту тетиву. То есть можно просто утонуть в такой брошенной сети. Опасная вещь, на самом деле. Поэтому решили сделать вот такую вот акцию. Можно сказать, субботник. Субботник собрать, да, по очистке вот этих брошенных сетей под водой. Ведь их не видит никто порой, кроме подводного, именно подводного охотника. Наболело. Ребята, ставите сеть, снимайте хоть, забирайте их. Посмотрите, что творится. Ну, все вокруг светят. Смотри, длинная какая. А вот кирпич, ну, вот кирпич на конце. Абана, сейчас я отрежу. Люди, против которых вы организовали эту акцию, я имею в виду браконьеров, тоже называют себя любителями рыбной ловли. Вы тоже любители подводной охоты и рыбной ловли. В чем между вами разница, как вы полагаете? И почему вы эту акцию организовали? Я не знаю, почему вы браконьерах назвали любителей рыбной ловли, потому что то, что делают они, это вообще большое зло для природы. На самом деле, вот мы сейчас вытащили около, ну, не знаю, километра два, наверное, сетей. Вот, зашли вот в наш клуб Гарпун, и в ней, в ней забито рыбы, раки, рыба, и все они уже, ну, как правило, большинство сдохшие. Если это любители рыбной ловли, ну, тогда, я не знаю, тогда мир катится не в ту сторону. Ладно ее поставить, да, сеть, ну, так ее еще не вытаскивать. Она может утонуть, там, я не знаю, пролежать месяц, в нее набьется куча рыбы, куча раков, это все сдохнет. На следующий год она так еще и будет лежать, уже пустая, потому что все там, и в нее будет постепенно продолжать, кто-то там приходить, погибать, какой-то рак или нет. Мордушка, найдена мордушка. Вот с раком, заползли рак, вон кусок мяса и рыбка. В такую мелкую сетку может попасть рыбка. Вы уже убедились, что объектов подводной охоты вот здесь, в районе города, в Тоболе нет. Ну, ищите себе новые объекты, а зачем вам чистить дно сейчас здесь? Ну, извините меня, если все засрут, то рано или поздно нашим детям вообще негде будет ни купаться, ни рыбачить, ни заниматься подводной охотой, если когда они вырастут до нашего возраста. Вообще негде будет. Я считаю, что каждый гражданин нашего города, области должен оставить за собой природу в том виде, в котором он ее принял. И может быть даже лучше. Если все будут относиться к природе потребительским отношениям, только смотреть, что из нее можно достать, что можно взять и загадить, то рано или поздно нашим детям точно негде будет ни порыбачить, ни отдохнуть хорошо. Надеюсь, что такая акция будет систематически. У нас в уставе как раз и написано, что мы хотим хотя бы раз-два в году вот такими вещами заниматься. Очистка водоема. И надеемся, что не только мы будем это делать, привлечем общественность. Очистим наши водоемы. Дальнейшие планы собираемся отсюда пройтись вверх по течению вот эти дачи Садовод, которая Островок. Там тоже часто браконьеры ставят сети. Оттуда насколько можем, но на самом деле затягивается. Это очень сложный поиск. Выходит трудоемкий процесс, потому что каждую сеть из воды вытаскивать достаточно трудно. В течение дня участники акции вынули из воды и уничтожили более пяти километров сетей. Спасли от бессмысленной гибели около двух десятков готовых к нересту самоклеща и несчитанное количество раков. Очистили от мусора два километра береговой линии. Кто-то скажет, что это капля в море. Возможно, это так. Но если каждый, кто отдыхая на берегу реки, вспомнит об этом репортаже и не оставит следов своего пребывания на природе, вода в реке станет чище, а рыбы в ней больше. И тогда не придется испытывать чувство неловкости перед детьми и внуками за то наследие, которое они получат от нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова